Неужели богатые люди говорят вам, не рассказывай им этого, Роберт? Да, да, да. Не рассказывай людям того, что знаешь. Пусть остаются бедными. В тот момент, когда я вам плачу, вы думаете как работник. В тот момент, когда вы получаете плату, ваш мозг отключается. Это ловушка. Предприниматели работают бесплатно. Пока вы желаете успеха, вы будете думать, как его добиться. Школьная система разработана так, чтобы научить вас быть работником, врачом или юристом, специалистом своего дела, но она не научит вас грамотно распоряжаться деньгами. Бедные люди всегда будут среди нас, потому что это начинается здесь. Это в их словах, и их слова становятся реальностью. Когда они говорят, я не могу себе этого позволить, или я не могу этого сделать, в этот момент они сдаются. Они становятся тем, что они говорят. Мой бедный папа мне говорил, как ты думаешь, кто я? По-твоему, я печатаю деньги? Да я не могу себе этого позволить. А мой богатый папа сказал бы, вот почему он беден. Бедные люди говорят, я не могу себе этого позволить, не могу этого сделать, у меня нет времени на это. Они убегают от самих себя. Это замкнутый круг. Очень легко сказать, я не могу этого, или я слишком устал, или я не могу пойти в спортзал. Но в тот момент, когда вы могли бы пойти, вы скажете, нет, я не могу. И правда в том, что вам просто лень пойти в спортзал. И что ваш богатый папа говорил вместо, я не могу себе этого позволить? Как я могу себе это позволить? Как я могу это сделать? Вопрос открывает ваш разум, а утверждение его закрывает. Поэтому, когда вы говорите, я не могу себе этого позволить, ваш разум отключается, и вы становитесь тем, о чем говорите. Люди, которые прямо сейчас сидят дома, которые испытывают финансовые трудности, которые беспокоятся о деньгах или недовольны чем-то. Может, они зарабатывают много денег, но на самом деле они недовольны тем, чем занимаются. Вероятно, так их научили. Вам говорят, ты никогда не будешь богатым, или что богатство — это зло. Бедность передается. Вас учат этому в вашей семье. Так и получается в средний класс. Пока вы не измените свое мышление, деньги вам не помогут, верно? И мы видим, что происходит с людьми, которые зарабатывают много денег, у них по-прежнему все те же проблемы, потому что они мыслят как бедные люди. Верно. Если у тебя мышление бедного, ты всегда будешь бедным материальным. Деньги заканчиваются очень быстро. Взять, к примеру, большинство профессиональных спортсменов. Они зарабатывают миллионы долларов, и 65% из них банкротятся в течение пяти лет. Это потому, что они происходят из бедных семей. И, к сожалению, как говорил мистер Липтон, это передается генетически. Это страшная вещь. Если вы не хотите учиться этому, то я не смогу вам помочь. Мне тоже не везло в жизни. Я терпел финансовые крахи. Меня не раз предавали мои партнеры. Но в итоге все хорошо, и я быстро перерос все это. У меня другое мышление. Люди, которые боятся делать ошибки, никогда не растут. У них неправильное восприятие мира. Восприятие — это и хорошее, и плохое. Это как правильные, так и неправильные решения. Это и взлеты, и падения. А большинство людей хотят поступать только правильно. Они не хотят ошибаться. Они всегда хотят быть уверенными в чем-то. И причина, по которой бедные люди остаются бедными, заключается в том, что они не совершали ошибок. Они живут очень осторожно. Они стараются не ошибаться, потому что их так учили в школе. Это означает, что они ничему не учатся. Наша школьная система не работает. У нас антиобразование. И самый обычный парень думает, о, я же отличник, для меня это будет легко. Но когда он выходит во взрослую жизнь, она попросту сбивает его с ног, и он говорит, ну так нечестно, жизнь несправедлива. Но знаете что? Он не был готов к этому. Его неправильно учили. Многие люди говорят, для меня деньги не так важны. Ну, если для вас деньги не важны, вы не будете важны деньгам. Я имею в виду, что когда вам нет дела до денег, деньгам нет дела до вас. Когда люди говорят, я никогда не буду богатым, так и будет. Ваши слова становятся реальностью. Или мое самое любимое. Все богатые люди жадны. Так говорят только бедные люди, которые сами жадны. И если задуматься, то чтобы быть богатым, вам нужно что-то создавать, что-то отдавать людям. Я создавал свои продукты, приобретал недвижимость и давал людям жилье, предоставлял им работу. Вот почему я богат. А жадные люди ничего не создают и не отдают. Эйнштейн сказал, воображение сильнее знаний. В знаниях вы ограничены, а в воображении нет. Но знания усиливают ваше воображение. И чего не хватает большинству людей, так это финансовой грамотности. В таких вопросах, как учет расходов и доходов, кредиты, инвестиции, сбережения, все должны знать эти вещи. Но, увы, этому у нас не учат в школах. Большинство школьных преподавателей не профессионалы своего дела. Они преподают предметы, которые сами не практикуют. Я таких называю фальшивыми преподавателями. Фальшивый преподаватель — это тот, кому просто нужна эта работа, и он будет учить вас чему угодно. Они даже могут научить вас, как чистить обувь, если за это им заплатят больше денег. Они на самом деле не знают того, что преподают. И одна из важных вещей, которую я советую людям — вам нужно найти настоящего преподавателя взамен фальшивому. Фальшивый преподаватель не делает того, чему учит, а настоящий делает это каждый день. Наши школьные системы делают нас слабее. А школьные преподаватели не хотят обсуждать то, что противоречит их принципам. И делают все для того, чтобы сохранить школьную точку зрения. Когда люди мне говорят, почему ты не отдаешь деньги бедным, они не могут понять, что это делало бы людей еще беднее. Дайте человеку рыбу, и через час он будет снова голоден. Да, все верно. Дайте людям рыбу, и позже они захотят еще больше рыбы. Лучше научить их рыбачить. Мы становимся заложниками собственных привычек. И пока мы не избавимся от этих привычек, мы не изменимся. В наших школах этому не учат. В наших школах учат практически полные противоположности этому. Я всегда говорю молодым людям, найдите свое любимое дело. Играйте в свою игру. Мое дело номер один — это финансовое образование. Номер два — это недвижимость. И это моя игра. Многие люди предпочитают быть зрителями, вместо того, чтобы быть игроками. Один из отличных способов стать богатым — это играть в монополию в реальной жизни. И перестаньте быть крутыми в компьютерных играх. Будьте крутыми в реальном мире, в игре под названием «Жизнь». Роберт, если бы я мог дать вам волшебный телефон, с которого вы могли позвонить 20-летнему Роберту Киосаки и дать этому молодому человеку пару советов, что бы вы ему сказали? Я бы сказал «Продолжай. Просто делай то, что делаешь. Просто живи полной жизнью». Что я и сделал. Многое из того, что я делал, не имело смысла. Мог бы я представить, что брошу работу с зарплатой в 120 тысяч долларов в год? Или что за 200 долларов в месяц буду воевать во Вьетнаме и чуть не умру? Это все не имело смысла, но это были лучшие решения, которые я тогда принял. И я думаю, что большинство жизненных решений люди принимают, исходя из того, что скажут им их родители, их друзья. Они все время боятся потерпеть неудачу. Но именно через наши неудачи мы и добиваемся успеха. Если вы посмотрите на Томаса Эдисона, так он потерпел тысячи неудач, пока не добился успеха и не изобрел лампочку. Но в наших школах за ошибки ругают. Вот почему у нас так много бедных. Они боятся, что допустят ошибку или потерпят неудачу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok